всем здравствуйте с вами на связи Елене Аманутиаду я приветствую вас на своем канале я хочу поблагодарить не знаю правильно ли я произношу ник или нет в общем чей-то ник вы знаете на самом деле очень много раскладывают я так понимаю что это женщина вот этого человека да так скажем на самом деле на многие вопросы которые именно этот человек ну я на всякий случай буду говорить о том что я не совсем уверена мне кажется все-таки женщина будет очень много раскладов от этого человека почему потому что на многие вопросы я сама задавалась и в какой-то момент итак я параллельно подготавливалась на многие вопросы но и мне казалось что возможно вам они будут и не совсем интересно но на самом деле никогда в жизни нельзя предугадать какой расклад какая тема выстрелит а какая нет поэтому по просьбам да как говорится по просьбам трудящихся побольше вопросов о духовности и о самопознании мне казалось что наверное это все-таки для единиц вы дайте мне пожалуйста обратную связь комментарий интересно ли вам эти расклады я буду делать ну как то вот на более такие еще глубже наверно темы потому что лично меня то не затрагивает но я это не вы я не знаю что вам нужно то есть нужна ли вам такая глубина заворачивается ли вы над такими идеями смыслами или нет и вот как я назову этот расклад твоя пока я его пишу я не знаю вот но если вы его уже видите значит название уже придумано в нем будет четыре вопроса мы с вами рассмотрим чего вообще себе не позволяете да что вас тормозит в процессе вашего развития на что следует тратить свои силы и что вас отвлекает вообще в процессе осознанной вашей эволюции вопросы действительно глубокие я не стала делать отдельные расклады на эти вопросы а собрала и как-то по группам как мне кажется по смысловой нагрузке достаточно близки и так напоминаю что пятничная акция теперь проходит первую третью пятницу каждого месяца поэтому записывайте заранее для тех кто не знает что такое пятничная акция это возможно задать один бесплатный вопрос и я вам на него голосом отвечу ватсап вся информация всегда есть под видео до мои контакты список вообще раскладов которые есть у меня на канале все есть в описании к этому видео какие еще перемены да у меня сегодня раньше я выкладывала карта для того чтобы выбрали но недавно я вспомнила что когда-то свое время я не помню откуда у меня есть вот эти вот разноцветные камешки как они называются есть кубики да с номерами а у меня вот вот такие вот я же не знаю как их назвать ромбы не ромбы но такие вот очень красивые и на них есть разные цифры не помню откуда они может быть какой-то игры может быть это была какая-то предсказательная систем система да где в общем теперь будет вместо карт будет вот такие цвета они не одинаковые камешки вот эти вот одинаковые да но каждый раз я буду в разном порядке вкладывать да чтобы возможно было какое-то разнообразие вот поэтому помешали и так если мы говорим о позициях вот так вот сегодня будут выглядеть первая вторая и третья позиция тема у нас будет глубокий буду смотреть на колоде таро темного света кому интересно и и оракул краль забытых историй все никак не могу вспомнить запомнить название вот выбирайте либо зелененький красненький голубенький все цвета вообще обалденные мне нравятся они очень яркие либо первый второй и третий вот а мы с вами приступим 4 синтекал охватывает мне постоянно что-то все мешает все время и так сегодня мы с вами будем углубляться будем смотреть тайм-коды есть под раскладом всегда если расклад по позиции в общем почаще заглядывайте в описании а и кальто самое главное все время забывают да и благодарю вас за донаты кто присылает за расклады вопрос не в сумме а вопрос в том что вам это нравится и ваша денежная благодарность для меня тоже очень-очень радостно я не буду называть именно но я вам очень благодарна так с вступлением да с настройкой все окей отодвину вот так камешки а вот сюда поставлю зелененький это та позиция позиция номер один то что мы с вами сегодня будем рассматривать сейчас к свечке итак первый вопрос чего я себе не позволяю на данный момент всегда рассматриваем в контексте моменты здесь и сейчас каждый день может могут происходить изменения поэтому мы всегда рассматриваем на момент сейчас чего вы себе не позволяете именно сейчас ну на самом деле сейчас встает у вас вопрос какого-то выбора да вот внутри карта показывает о том что внутри вас есть вот это вот чувство да что я хочу что-то новое хочется какого-то обновления хочется радости хочется как-то веселья что-то такого свежего приятного это может быть все что угодно это может быть как элементарно обновить круг своего окружения так просто куда-то сходить развеяться повеселиться то есть здесь вот не хватает какой-то вот новой волны свежего какого-то воздуха хочется новизны но пока на данный момент у вас это состояние оно внутреннее то есть это ощущение оно идет не от головы оно идет внутри вас вот что-то такого хочется знаете вот какой-то некий такой зов внутри вас вот в области сердца когда это может быть знаете вот какая-то вот надежда на что-то лучшее надежда на что-то светлое но это достаточно стабильное ощущение да то есть оно у вас не то что оно у вас приходит и уходит оно последнее время все ярче и ярче разгорается внутри вас но здесь вот ощущение что я хочу каких-то перемен вот я хочу чтобы причем не то чтобы вы что-то сделали а чтобы какая-то ситуация случилась в вашей жизни и и вот как-то вот эти вот перемены они произошли сами собой и здесь вот знаете вот ощущение некой уже готовности да как будто бы я нахожусь на низком старте когда уже энергия есть и потенциал есть и уже все что можно было подумать придумать решить выбрать уже вроде бы все сделано да но вот этого вот так сказать выхлопа да выплеска его пока еще нет нету это даже не созревание а знаете вот иногда бывает что энергия она должна дойти до какого-то пика да чтобы потом себя проявить а здесь у вас нет здесь у вас вот это вот ощущение оно ровное да что вот как будто бы я готова принять то что придет вот вы как будто бы в состоянии принятия чего-то нового и вот чего вы себе отвечая на вопрос чего вы себе не позволяете вот вы как будто бы не позволяете это новому этому новому случится потому что здесь вопрос как будто связан как-то с определением и вот очень много вы как будто бы не то что разносторонняя личность а очень много у вас возможностей и способностей и вам важно само проявление этой энергии этого состояния но вы как будто бы не знаете куда направить да вот на на реализацию допустим этого проекта либо там нового знакомства либо еще что-то то есть такое ощущение вот что все ваши шансы все ваши возможности они равны и вы как будто бы на данный момент не знаете что выбрать почему потому что вот ваш выбор он как будто бы на на ваше дальнейшее будущее будет влиять и вам не хотелось бы совершить какую-то ошибку хочется сделать какой-то вот знаете выбор достаточно мудрый да вот все продумать но тем самым вот вы как будто бы топчетесь на одном месте да перебираете одни и те же мысли перебираете одно и то же состояние но уже нужно двигаться вы это чувствуете но вот движение как такового пока еще нет почему вы не позволяете да вот это вот вот этому движению зарождению вот этого нового да потому что вот вы хотите быть на коне здесь вопрос как раз ошибки то что я сказала ранее здесь такое ощущение что вот вы есть это ваше отношение вообще к жизни и к ситуации то есть когда проявляется наше решение от ума мы хотим получить какой-то результат но здесь я говорила о внутреннем состоянии в области сердца и когда мы идем за сердцем мы не принимаем там никакого решения мы идем за той волной которая нас ведет и тогда мы находимся в неком таком процессе который сам по себе нас как будто наполняет обогащает здесь нету плюсы здесь нету минуса да то есть и то и другое имеет место быть потому что это все взаимосвязано и вот когда мы идем за нашим сердцем идем вот за этим движением за этой волной то мы как будто бы себя расширяем наполняем как я сказала ранее обогащаем разными ситуациями разным опытом но в данном случае когда мы говорим вопрос о мудрости да у вас уже был некий такой опыт и вот здесь вот это вот ощущение какого-то не то что страха волнения что я не хочу ошибиться в этот раз и поэтому я хочу принять решение но уже от головы то есть здесь идет некий такое противопоставление тому что вы чувствуете с тем что вы хотите вы хотите получить результат безошибочный который бы вас удовлетворял но он вас удовлетворять не будет почему потому что если мы говорим в контексте развития эволюции вам нужно научиться следовать за своим состоянием вы его ощущаете а следовать за ним не идете потому что включаете вот все-таки вот этот вот мыслительный какой-то процесс это не эго а желание постелить себе какую-то соломку потому что есть ощущение что неприятный опыт да он ну его желательно избегать в эволюции нету двойственности нету вот вот этого позитивно это нету есть один путь и любой путь который выбираете он правильный независимо от того куда он вас приведет то есть не от результата зависит сама ситуация а вот именно непосредственно от маршрута сейчас я вам можно говорю философски да но я не хочу ничего конкретизировать потому что ситуации могут быть абсолютно разные я хочу чтобы вы как будто бы научились славливать состояние которое я передаю потому что если я буду давать конкретику я буду эти состояния обретать в какую-то форму а мне важно чтобы вы состояние перекладывали на себя на свои ситуации и понимали намного глубже нежели какие-то конкретные да формы потому что иначе вы будете говорить нет мне это не подходит потому что эта ситуация не моя а это моя а мне важно чтобы вы научились это чувствовать это немножко другой уровень если мы говорим об эволюции об осознании да потому что осознание это не про сознание это наш ум осознание это законы это другой уровень и там нету конкретики там вопрос именно через ощущение через состояние поэтому я стараюсь вам объяснить именно вот эти вот энергии да через состояние а вы их уже примеряете на себя поэтому проще говоря здесь вам а вы себе не позволяете дальнейшего движения да почему потому что хотим подстраховаться потому что не хотим ошибиться потому что хотим быть на высоте по отношению к самому себе то есть постоянно быть победителем потому что уже на дне я был был такой момент когда я уже опускался на дне и мне это не нравится я хочу это избегать любое избегание это не принятие и вот в процессе эволюции это вас ограничивает то есть избегание чего-либо да то что я с моей точки зрения с точки зрения ума считаю что мне это не нужно мне это будет неприятно мне комфортно поэтому я этого не хочу но давайте посмотрим что же вас тормозит в процессе вообще вашего развития развития вашей души интересного партнерства да вот вас тормозит как раз таки фея надежды вот я бы сказала знаете какая-то неуверенность в себе вот возможно прошлый опыт даже здесь не столь кто не уверен в себе сколько прошлый опыт вы по своей натуре да здесь такое ощущение что вы лидер а лидеры как правило это те люди которым сложно работать в партнерстве да в сотрудничестве вот ваш путь он как будто бы единоличный индивидуальный да и вот вас тормозит то состояние то желание да когда вы хотите с кем-то партнерство вступать то есть вам нужно понять что ваш путь он индивидуальный то есть то что вы выбираете да на какой-то этап возможно вы можете взаимодействовать с людьми но здесь вопрос если допустим касается бизнеса вам не нужно опираться как-то на человека кто бы мог вас подстраховать да партнерство мне кажется оно вас тормозит почему потому что да здесь есть плюсы потому что надо притираться как-то с человеком уметь договариваться но у вас сейчас не стоит вопрос именно в коммуникации в общении а у вас вопрос здесь стоит именно в развитии вас и каких-то ваших способностей индивидуальных вы здесь должны понять такую вещь что вот маг волшебник это тот архетип который создает свой мир который создает свою вселенную и для того чтобы понять вот именно вот этот вот путь мой ли он или нет да вам нужно понимать свои желания а когда вы вступаете в партнерство вы как будто бы прислушиваетесь больше к желаниям другого человека и угождать и тем самым вы не умеете пока не то что отстаивать свою точку зрения а проявлять очень ярко свои вот эти желания потому что если вы в партнерстве это начинаете делать да вы начинаете как-то больше агрессировать да для того чтобы отставить свою точку зрения потому что пока как-то иначе не умеете и вы сливаете очень много энергии туда и вам нужно понять что вот партнерство оно вас тормозит потому что вы вкладываете энергию не туда куда надо вам нужно вкладывать в себя на данный момент именно веру в то что вы делаете да а то что вы умеете это обязательно выстрелит потому что вот на основе своих собственных желаний вы создаете тот мир который потом вы смотрите он соотносится с тем что чтобы вы хотели да где здесь иллюзия а где здесь реальность вот вам нужно понять именно вот эту вот двойственность да где иллюзия а где реальность и вот задача мага создавать да что-то доводить до какого-то идеала потом заново разрушает потому что вот вы именно в процессе создания вы понимаете что есть вы а что есть не вы что есть иллюзия а что есть реальность и поэтому тормозит вас вот в каком-то в какой-то степени слив этой энергии слив на других людей видимо слив на какие-то вещи которые для вас сейчас не совсем важны как будто бы вы здесь больше вкладываете в других людей вы верите в них больше чем в самого себя здесь также могут быть и мнения других людей да которые очень влияют на вас ну то есть если люди вам говорят что это хорошее позитивное это вас как-то поднимает воодушевляет а если как-то они не согласны с вашей точкой зрения это наоборот вас как-то опускает опустошает и вы теряете веру в себя вот вам я не говорю о том что вам надо отградиться да отградиться как-то от других людей нет а вам нужно понять кто кто вы есть да вот именно вот эти вот ваши способности чтобы они не на них не влияли другие люди да вы смогли бы прислушиваться да то есть это как будто бы увидеть что есть и другие вселенные кроме той которые строите но при этом чтобы другие вселенные не влияли не разрушали вашу вселенную до тех пор пока вы сами этого не захотите вот здесь вот вопрос иллюзии и реальности вам нужно понять и как раз и сразу следующий вопрос на что следует тратить свои силы да на что не надо надо я сейчас как-то уже упомянула а вот на что наоборот не следует давайте еще здесь посмотрим вам не надо закрываться да вот видите опять вам не надо закрываться от того от той новизны вот прошлый опыт опять-таки скажу слова мнения энергии достаточно жесткие других людей они на вас очень сильно влияют и вы закрываете здесь знаете как вы не закрываетесь от других людей которые вам это сказали а вы внутри себя закрываете закрываете себя от опыта то есть вот как это сейчас я пример приведу вам чтобы было понятно вот вы например хотите создать какой-то проект либо во что-то верите ну условно говоря занимаетесь магией ну либо по знаниям чего-либо и кто-то начинает вам говорить допустим не очень приятные слова что ты занимаешься какой-то фигней ты во что это веришь либо наоборот кто-то вам что-то сказал задал какой-то вопрос а у вас не хватило знаний чтобы ответить на это да ну внутри себя вы верите то во что-то вы говорите просто выразить словами не можете и вам от этого вот от этих слов а то что вы не способны сказать донести отстоять свою точку зрения вам становится дискомфортно и вы начинаете сомневаться а может быть этот человек прав и вы закрываетесь от того опыта который вам нужно пройти не от человека закрываетесь а от опыта и тем самым вы закрываясь от опыта вы вы начинаете вообще закрываться от вселенной только потому что один человек вам показал какое-то ваше не то что несовершенство а то на чем еще нужно поработать да что возможно вы не можете доносить информацию вам над этим надо поработать да либо нужно понимать что говорить и кому говорить если пока опять-таки тоже не способны отстоять свою точку зрения вы просто закрываетесь и начинаете внутри себя прокручивать вот эти вот ваши прошлые опыты которые закрывают вас от людей то есть вы становитесь закрытыми здесь такое ощущение что вы начинаете путь и вы очень верите в открытый вселенный в открытый мир и потом какой-то прошлый сценарий начинает который хочет ну называется на поверхность чтобы его проработать он начинает проигрываться через влияние других людей и вы говорите о опять не то и и начинаете себя закрывать и вот вот эту вот защиту которую вы ставите вы ее ставите не только от других людей от опыта от инфы вообще ну то есть когда ставите защиту она защита она идет от всех и вы уже не получаете эту информацию вы уже не замечаете те возможности и здесь вопрос вот в этих программах да что да вы хотите пойти в новое вам это необходимо вы уже очень многое прошли вы многое знаете но вот уверенности в себе нету и постоянные вот этот вот ход одних и тех же сценариев вот вам нужно это пересмотреть возможно это какие-то привычки ваши да то есть спрашивать мнение людей потом расстраиваться либо обращать внимание на какие-то слова которые вас цепляют вот в идеале было бы знаете вот проработать бы это хорошо было бы то есть понятие выявить что здесь какие эти привычки то есть что нужно оставить в прошлом для того чтобы налегке двинуться есть какой-то груз который вас тяготит и вы не можете пойти да я увидела вы не можете пойти в новое здесь мне показали картинку такую знаете как будто бы холодный каменный коридор и на одной из ноги у вас есть вот как будто бы это левая нога а прошлая да как-то вот бессознательная есть какая-то одна кандала не две а одна цепь и вот вы идете за собой цепь тянете она такая тяжелая то есть это что-то из прошлого но почему-то одна а не может быть вы часть этого сценария проработали да либо как-то вот часть уже отработана а вот что-то вот вас держит на на этой цепи вы как будто бы добровольно ее несете хотя можно снять вот подумайте здесь над этим и вот на это не нужно вам тратить свои силы что меня отвлекает в процессе моей осознанной эволюции красно вот выпал карта жадность да темный сценарий из другой колоды да жадность эмоциональная эмоции вас отвлекают не случайно выпало эмоции да очень сильные переживания очень сильные волнения то есть вообще ваше состояние они на вас влияют может быть яркие такие всплески радости может быть наоборот всплески грусти очень много уходит на то что как-то вот вы впадаете в какую-то апатию ну эмоционируете очень сильно что еще вас отвлекает знаете вас отвлекает то что вы хотите все время находиться в каком-то спокойствии в какой-то уравновешенности в балансе в чистоте своих каких-то побуждений намерений да вот ваша душа хочется сказать не то что вот как будто вот вы не желаете проходить какие-то негативные моменты здесь знаете такое ощущение что вот вы постоянно хотите пребывать в каких-то таких знаете спокойных состояниях чтобы вас ничего не отвлекало чтобы вот вам было ровно хорошо спокойно вот такое вот знаете фоновое состояние удовлетворения и периодически вас из этого состояния знаете здесь идет какое-то сопротивление вам все время показывают что вот это вот состояние для вас оно уже вас не развивает потому что оно становится для вас каким-то болотом с одной стороны кажется что хорошо что есть вот это вот спокойствие но в нем нету развития да в нем нету движения и вот вы как будто бы в каком-то цветущем болоте да не трогаете меня апатическом здесь потому что не хватает энергии не хватает какого-то вот ресурса да в этом зал есть а энергия она очень много уходит как я сказала ранее на какие-то переживания на какие-то воспоминания прошлого и вот это вот вас затягивает вот это вот болото эмоционального спокойствия и вот вам кажется да что вот вы пришли к балансу да что вот так надо жить но на самом деле это это болото это не развитие и то что вам кажется что вас отвлекает от вашего пути на самом деле это и есть ваше развитие то есть вот вам а вот это вот состояние что я хочу быть спокойным счастливым таким знаете ну умиротворенным да вот это вот дзен состояние в медитациях да о котором говорят я хочу прийти к этому состоянию и она нужна но на самом деле в вашем случае вот это вот состояние оно деструктивное для вас оно вас не развивает совсем здесь у вас сейчас идет какое-то вот сопротивление да мировоззрению то есть нет так не может быть то есть о чем она сейчас говорит то есть люди наоборот стремятся к этому спокойствию вот в вашем состоянии это почему-то минус вот эта вот безмятежность знаете вот как будто бы вы такое ощущение что не хотите брать ответственность да как будто бы за свою жизнь да ну не трогайте меня знаете очень напоминает апатичное такое вот слабо депрессивное когда я еще посплю не надо меня будить вам уже говорят да вот уже день начался все порадуйся нет я еще хочу побыть вот в этом там в чем-то что еще вас отвлекает здесь ну недостаток огня я бы так сказала как стихия здесь очень много воздуха и очень много воды поэтому жизни не хватает да реакции не хватает импульса не хватает осознание того что вы уже выросли да вот действительно не хватает какой-то знаете хватки что ли не хватает энтузиазма не хватает жизнелюбия вот здесь вот эти вот вопросы вот этих не хватает да и отвлекает вас какое-то вот неправильное опять-таки слово неправильное наверное не так но вот ваше восприятие мира его нужно пересмотреть здесь такое ощущение что как будто бы то что вы верили оно уже устарело ощущение того что мир обновился а у вас какая-то законодательная программа вашей жизни она устаревшая вот вам ее нужно пересмотреть здесь вот как будто бы мир уже перешел на какой-то хай-тек технологии да я вас не знаю уже 25 века может быть а вы все еще находитесь как будто бы там в 18 веке да как раньше огонь не разжигали и сигналы как-то вот посылали здесь вот что-то такое еще что вас отвлекает знаете здесь может быть настойчивость вашего в контексте упрямства нежелания излечить какие-то свои раны то есть вы очень много времени уделяете вот то что я говорила апатическое состояние я поняла это связано с вашим прошлым это связано с вашими ранами и это вас вот ваше прошлое оно вас отвлекает почему-то по каким-то причинам вы очень много времени уделяете этим воспоминаниям неприятным и туда сливаете как раз таки энергию и это вот вообще вот все что было тогда очень сильные у вас привязки к этому и вам в идеале было бы убрать это все отрезать независимо от того люди это места это ситуация неважно что и вы почувствуете прилив энергии вы почувствуете себя намного вот этого вот огня которого вам не хватает это потому что вы сливаете энергию расплескиваете ее именно туда на прошлые какие-то травмы вы их как будто бы не желаете излечить сами да вот эти вот иллюзии о которых я говорила помните в самом начале о том что вы маг и вам нужно понять да что есть иллюзия что есть реальность но вот в том прошлом да это это ваши иллюзии то есть вы создавали и творили мир иллюзорный но он как будто бы приносит вам какое-то удовольствие вот вам кажется что в этом есть какой-то потенциал вот вы упиваетесь наслаждаетесь этими воспоминаниями независимо от того какие они в плюс либо в минус но вот эти иллюзии вы вкладывали очень много энергии очень силы вам это нравится вот вы как будто бы гордитесь тем что вы победитель но в прошлом да не в настоящем а в прошлом вот такая вот у нас была первая позиция подумайте так здесь эту карту вот сюда положим наш зелененький камешек а мы идем дальше позиция номер два и красный камешек сюда чего я себе не позволяю знаете здесь ваше прошлое которое очень сильно влияет на вас вы как будто бы себе не позволяете прояснить осветить какую-то ситуацию которая была в раннем вашем детстве то есть здесь прошлое не год не два а достаточно далекое вот это вот далекое прошлое оно вас тяготит оно на вас как-то влияет и вы себе не позволяете как будто бы увидеть выход из этой ситуации ну здесь опять-таки какие-то взаимоотношения да здесь вот как ни крути не верти мы либо партнерски либо о любви здесь речь пойдет ну здесь вот знаете вот вы привязаны очень сильно либо к этому партнеру либо к какой-то ситуации которая была уже давно что вы здесь себе не позволяете в этой ситуации а переродиться переродиться знаете вот уже переплакать отпустить уже где-то сами себя перебороть оставить вот эти вот все утраты позади и получить шанс на что-то новое захотеть чего-то нового здесь такое ощущение что наверное вы себе не позволяете каких-то новых отношений потому что видимо либо вкладывались очень много в эти отношения в прошлое либо какой-то очень они были очень важные значимые может быть они были долгосрочные для вас но там есть что-то почему вы еще до сих пор льете слезы вот слезы какой-то утраты знаете вот не при не при не принятие вот этого вот расставания либо вам показалось что оно было как-то неожиданным либо здесь не закрыт какой-то вот гельштад с вашей стороны либо здесь вот какие-то сожаления огорчения потому что так это произошло вы как будто бы надеялись на наилучший исход вы как будто бы надеялись что вот эта вот ситуация в прошлом она она должна была закончиться каким-то счастливым концом вот здесь вот как будто бы вы верили в самое наилучшее здесь были надежды прям знаете столько сил вкладывали а потом как-то неожиданно что-то произошло и вот вы как будто бы расстались либо с партнером либо с этой ситуацией вот для вас это было неожиданностью возможно для другого человека это было ну как будто бы закономерность но у меня такое ощущение что здесь либо вас оставили если мы говорим о партнерстве либо в паре да либо это если какая-то ситуация то здесь утрата была неожиданная для вас вот это как будто вы утром просыпаетесь и вдруг что-то происходит и вы не верите своим глазам как такое могло произойти и вот вы до сих пор находитесь это старая ситуация но вы до сих пор находитесь в каком-то шоковом таком состоянии вот этот шок вы еще как будто бы не прожили и поэтому не знаете вот здесь вот не позволяете себе реально здесь вы как будто бы заикарили эту ситуацию для чего-то чтобы ее помнить и вы не позволяете себе здесь еще как будто бы есть какие-то надежды что все-таки все-таки эта ситуация может повернуться в вашу пользу это может быть пройти 5-10 лет а вы все еще верите и вы не идете в это новое вы как будто бы не видите шанс новый шанс который вам дается вы его не хотите брать почему вы не хотите исцелить эту ситуацию вот вы как будто бы не верите что снова сможете достичь какого-то статуса если допустим это женщина вам кажется что вы уже никогда не сможете быть той женщиной которые были вот с тем допустим партнером если вы мужчина то вам кажется что вы никогда уже не сможете быть достичь вот этого статуса человека который изобилен у которого все цветет и пахнет но здесь какое-то ощущение пикового материального достатка либо это возможно наслаждение женщинами если вы мужчина то есть уже как будто бы ни с какой другой женщиной я не смогу получить вот этого удовольствия которое я получал только с ней вот здесь вот такое ощущение и вот вы себе не позволяете пойти в новое а в какое новое то есть что здесь исцелить вот эту травму в какое новое вы себе не позволяете пойти знаете вот вы у себя сами воруете как будто бы свою жизнь здесь знаете по справедливости вам говорят что этот опыт я не хочу сказать что он болезненный или нет но этот опыт он был достаточно весомый и значимый для вас для того чтобы вы получили какие-то знания а вы не принимая эти знания то есть вот понимаете вы не ставите в точку вы не принимаете а не принимаете а не принимая эту ситуацию вы говорите вы говорите нет 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 я их оживлю я их посажу я буду за ними ухаживать вот вы принимаете не принимая то что все оно уже оно уже все что должно было вам дать оно вам дало уже нужно сделать какие-то выводы из этого увидеть как вас это изменила ситуация как вы прозрослели то есть принять опыт и идти дальше а вы не принимая этот опыт вы себя как будто бы здесь бедность идет понимаете вот вы сами себя вместо того чтобы обогатить вы себя как будто бы как это воруете сами у себя эти знания вот энергетически это ощущается как будто бы вот клок у вас отобрался воруете воруете и вам говорят вот ну для того чтобы дальше двигаться вот у тебя дырка да какой мультик был я не помню да там этот был медведь дырочка в правом боку да либо песня была такая детская не помню вот вы с этой дырочкой в правом боку ходите в вашем случае в левом и в животе и вот вы ходите как будто бы да и вам говорят да поставь ты ну то есть верни этот кусок на место татата больше наполнена эти прямо выстрелят в новое а вы нет вот надо это надо и вот теряете вот оттуда да как из этого друшата теряете энергию свою причем это большой достаточно кусок вы не принимаете вот вот этот пазл то есть вставь и картинка будет готова вы говорите нет нет я не хочу потому что если я вставлю я как будто бы принимаю что это завершилось это очень знаете похоже на то может не хороший пример но когда есть утрата утрата человека когда человек ушел из жизни и мы не принимаем как так он ушел и он меня оставит то есть знаете как то вот эгоистично то есть я позволила допустим ну как этот человек посмел идти из жизни он был мне важен он был мне нужен и вот если я приму его смерть я как будто бы соглашусь с этим а я не хочу соглашаться вот здесь вот как то вот эгоистическая такая позиция то есть я не позволяю человеку пойти на перерождение потому что он нужен мне то что ему важно это в процессе да то есть пойти на перерождение уже дальше двигаться его душе это такое вот мне важно эта утрата я не хочу ее принимать я хочу упиваться вот этой потерей здесь вот какая то вот такая вот энергия что вас тормозит в процессе развития бездействие бездействие ощущение того что вот вы не даст здесь знаете как будто вы не достойны чего-то да здесь может быть вот здесь может быть страх одиночества здесь может вас тормозить а чувство что вот я меня не понимают то есть вы как будто бы себя оправдываете почему вы не действуете вас тормозит то что вы не идете в будущее но вы находите оправдание этому у меня нету сил у меня нету желания потому что все самое лучшее что у меня было оно было в прошлом и в будущем оно уже нереально что оно будет вот как то там я была счастлива счастлива а в будущем этого нету и вы как будто вы держите вот это вот все прошлое потому что в будущем вы не верите что оно будет и вы не хотите как будто здесь даже не то что не верите а вы не хотите потому что вот это важнее прошлое чем вот это вот будущее которое мне дадут и что бы вам здесь не говорили вы будете как говорите я сняю за выражение глотку порву к тому кто нарушит мою скорбь и веру в прошлое Вот вы упиваетесь этим прошлым. В чём причина здесь? Здесь какая-то вот очень глубокая причина. Почему вы держитесь за это прошлое? Вам не хватает ресурсов, потому что вы в прошлое-то и отправляете. Но почему вы туда отправляете? Потому что здесь вот как будто бы, знаете, как будто бы вы потеряли ориентиры во жизни, а здесь ваша душа, она уже давно вам говорит о том, что иди, иди дальше. И она уже не знает, как докричаться до вас. Иди в будущее. Не потому что там будет хорошо или плохо, а просто потому что, ну, это жизнь, это эволюция, это движение. А вы как будто бы потеряли ориентиры, и вот здесь вот уже, знаете, пришла старость, не биологическая, а старость как будто бы вот души закостенелась, укоренились. Я не хочу. И нету гибкости, нету подвижности. Здесь вот какая-то иллюзия, в которую вы поверили когда-то, и вот вы ей соответствуете. И вы не хотите ничего другого, я даже не могу понять, это связано с эго, либо это какая-то программа. Дайте я здесь посмотрю, здесь скорее всего какая-то вот программа, которая вот вам не дает, понимаете? Так обычно старики думают. Ну, то есть люди, которые уже ни во что не верят. И старики не в контексте биологического возраста, я всегда про это говорю, а именно в контексте мышления. То есть старость – это ограниченность. Что здесь за программа? Вот была карта скуки. Вот вы не видите, понимаете, здесь такое ощущение, что вот вы не видите смысл, ради чего. Вот здесь вот смысла какого-то вам не хватает, поэтому вы не идете. То есть там в прошлом хоть какой-то кривой, косой, но был смысл, а в будущем нету этого смысла. Потому что вы не принимаете здесь свои тени, да? То есть какой-то вот негативные какие-то программы. Что за тени здесь? Что-то вы не принимаете в себе. Вот вы как-то закрыты эмоционально. Что здесь такое, блин? Покажите мне, что здесь такое? Что-то здесь такое вот глубокое, такое вот темное. Что вы так глубоко-глубоко закопали это? Это как-то связано с удовольствием. Вот вы как будто бы не позволяете себе получить удовольствие, наслаждение. Вы не умеете это делать. Почему вы себе не позволяете? Почему не позволяете? Вот здесь как-то вот выживание... Что же это такое? Почему? Вот вы знаете, здесь как-то это было как-то давно. Но это было как-то давно, вот эта вот ситуация. Это было очень раннее детство. Здесь вот какой-то холод был. Как-то нас наказывали за что-то. И вот эта вот модель наказывания себя через неполучение удовольствия. Вот вы себе запрещаете удовольствие, потому что здесь была какая-то ситуация в прошлом, когда у вас то, что вы получили какое-то удовольствие, вас за это наказали. И это как-то заякорилось. Это как-то связано, знаете, с вашим состоянием души. Может быть, это какая-то ваша влюбленность, и вас наказали. Но это должно быть еще ранее. Здесь, по-моему, лет пять что-то у вас было. Что это за состояние? Так глубоко вы его запрятали, прям очень глубоко. Лет пять. Вот не хотят мне показывать. Вот вам, наверное, надо самостоятельно это сделать, эту работу. Вот я же говорю, почему-то лет пять здесь вот как-то с удовольствием это связано. Знаете, вот здесь такое ощущение, что, может быть, в том возрасте вы как-то, что-то у вас какие-то способности были. Может быть, вы начали видеть что-то. Может быть, вам какой-то контакт у вас был с тонким планом. И вот вы как будто бы это приносило вам удовольствие, и вам как будто бы стали говорить, что это не так. Потому что здесь, знаете, после... Здесь, может быть, еще у кого-то было... Вот это точечно сейчас, чего я скажу, это не всем. Здесь у кого-то была связь с дедушкой, что ли. То есть здесь почему-то я вижу дедушку. И вы очень... Ну, то есть он был как будто бы мудрый, вас чему-то научал. Он в деревне жил, вас чему-то учил. Вот. А потом, когда об этом узнали, как будто бы ваши родители, они резко запретили. И вот как-то что-то здесь... То есть какая-то связь была, и вам запретили. То есть вам это приносило удовольствие, а вам ее прервали. Здесь не то, что дедушка умер, а здесь вот именно прекратили. То есть перестали вас возить к нему. Здесь что-то испугались, чего-то испугались. Потому что вы стали как-то меняться, либо вещи говорить непонятные. Либо здесь какие-то у вас способности начали проявляться, и родители испугались. Был какой-то вот контакт, и вы его потеряли. Я не знаю, напишите потом, с чем это связано, но вот здесь вот что-то такое. И поэтому после этого вы как будто бы потеряли какой-то вот смысл, ради чего. То есть это было очень значимо, важно для вас. Хорошо. На что не следует тратить вам свои силы? Вы сомневаетесь, вы как маятник, да, знаете, вот не надо тратить силы на какую-то неуверенность, на какую-то борьбу. Вот вы хотите отстаивать себя, хотите как-то защищаться от других людей, от сплетен. Здесь, возможно, вам не стоит тратить свои силы на какую-то суету, на какие-то метания. Вот что выбрать, как выбрать, да, здесь, возможно, будут какие-то сомнения по поводу финансов. Здесь очень много энергии внутренней борьбы. Вы сами с собой боретесь, вы сами с собой ссоритесь, ругаете. Опять-таки, либо из-за семьи, либо из-за финансов. Либо вы хотите, знаете, вот с одной стороны, может быть, вы хотите этот комфорт, уют. Может быть, кто-то и хочет создать новую семью, а с другой стороны понимает, что ну а зачем мне нужно. Это связано как-то с вашим развитием, с вашим будущим. То есть идти мне, не идти. Здесь какой-то, может быть, выбор между ситуациями, да. Ну, то есть сделать, не делать, стоит, не стоит. И это все вам удается очень болезненно. Здесь могут быть, вот как-то, знаете, вы сами себя ругаете, как-то сами себя критикуете. А здесь агрессии очень много, очень энергии такой жесткой, обидной. Вы сами себя оскорбляете. Ну, внутреннее это прям боль, предательство. Ну, вот эти вот все чувства, вы их постоянно, периодически как-то внутри себя аккумулируете. Вот на это не стоит тратить силы. А что вас отвлекает вообще в процессе вашей осознанной эволюции, вот от развития, то, что я говорила, да. А что вообще вас отвлекает? Отсюда возьму одну карту. Знаете, вас отвлекают на самом деле люди. И люди, и вы сами. Если мы говорим о людях, те, которые жалуются, да, вот они вампирят. Они вампирят вашу энергию. И причина в этом не в том, что люди плохие, они вампирят, потому что вам эта энергия лишняя. Потому что у вас очень большой потенциал, и вам эта энергия дана для того, чтобы двигались дальше. А как я говорила ранее, вы дальше не двигаетесь, потому что вам что-то в прошлом еще не завершено. Вы не хотите это оставлять. А энергия есть, и чтобы она вот вас не разрушала, да, в вашу жизнь появляются люди, которые забирают, да. На самом деле не то, что вот они просто так вампирят, они забирают то, что вам не нужно. То, что нужно им, и не нужно вам. А почему вам не нужно? Потому что вы не хотите пойти дальше по своему пути. Вы эту энергию сами отдаете, потому что если она будет внутри вас, вы либо будете еще больше ее направлять в прошлое, либо она будет вас разрушать. Поэтому здесь вас разрушают любые жалобы, неприязнь. Вот знаете, когда вы негативно о себе отзываетесь, а вы очень часто о себе говорите не очень приятные слова. Пища ваша, она тоже может отвлекать вас, ну, то есть вы едите то, что вам не полезно. Это тоже должно забирать вашу энергию, потому что на переваривание это тоже уходит очень много энергии. Вас отвлекает, вот есть такое ощущение, что люди отвлекают. А когда люди отвлекают, еще раз повторюсь, скажу, потому что вы в унисон себе притягиваете тех людей, которые будут проигрывать ваши сценарии. У вас сценарий того, что я хочу переживать за прошлое. Я упиваюсь, уповаюсь, я не знаю, как правильно это слово, на какое-то состояние. То есть вот эта вот трагедия, она мне важна. Это трагедия из прошлого. И поэтому вот эти вот почему-то аккумулируйте негативные сценарии. И всегда в вашей жизни появляются люди, которые вас обманывают, да, которые вас предают, которые для того, чтобы вот вы поддерживали это состояние. Для того, чтобы, знаете, вот вас люди даже если партнеры в вашей жизни, то это люди более такие какие-то творческие, да, не те, которые, то есть эмоциональные какие-то люди, которые дают вам как раз-таки, вот, знаете, вот подтверждение вашей этой драмы. То есть есть люди, например, там, поэты, которые пишут стихи, да, о утраченной любви или еще что-то. Вот песни какие-то такие грустные, да. Это все творчество. И вот люди такие есть, то есть если это не их профессия, то их характерные черта. И вот вы к себе таких людей притягиваете. И вот как будто бы вместе, чтобы сопереживали, чтобы вот эту вот трагедию проживали очень красиво, да. Но вам нужно понять одну вещь, что если вы так красиво умеете создавать трагедии, может, стоит пересмотреть этот сценарий и создать уже что-то такое позитивное в своей жизни для себя. Перенаправить из того, что было в то, что вы хотите иметь, а в идеале в то, что есть сейчас. А что у вас сейчас? А сейчас у вас настоящая игра. Сейчас вы играете, сейчас вы манипулируете. Манипулируете именно тем, что вот тем состоянием, теми потерями, что у вас были. Вот это уже переросло в вашу манипуляцию, да. Здесь у вас была карта моста, то есть это мост с вашим прошлым, да. Вот вы как-то манипулируете этим прошлым. То есть да, был у вас период, когда вы действительно страдали, переживали, а сейчас вы уже как-то свыклись, это стало часть вашей жизни, и вы уже на этом играете. Ну-то знаете, как может быть, как в этих фильмах показывают, да, когда мать манипулирует своим сыном, потому что ей не нравится невеста, и начинает ей ему говорить, что, ах, если ты уйдешь, не беги за ним, у меня там сердце болит, да, мне валерьянку там, либо еще что-то. Вот здесь вот, ну, прям, что на другом конце моста? Ваше, ваше прошлое, чистое, красивое, то, что вы жили, то, что вы проживали, и вы была карта неизвестная, говорящая о том, что вы сами знаете то, что было на другом конце моста, в том прошлом, да, та утрата. Вот это вот вас все отвлекает от процесса ваше прошлое, если говорить одним словом, очень много сценариев здесь, но вот ваше прошлое, оно вас отвлекает. Вот такая вот у нас была вторая позиция и красный камешек. Мы переходим с вами к позиции, так, это двину, к позиции номер три и к голубенькому камешку. Голубенький камешек, третья позиция. Итак, чего я себе не позволяю сейчас. Знаете, какого-то дальнейшего движения, какого-то развития. Возможно, вы себе запрещаете коммуникацию, да, общение с кем-то, но здесь вот как-то вы себе не позволяете сейчас либо надеяться, либо мечтать, либо фантазировать, либо идти как-то по зову своего сердца, по зову своего предназначения. Здесь вот вы себе как-то не позволяете довериться. Довериться своему внутреннему голосу. Здесь вы себе не позволяете каких-то вольных, возможно, мыслей, да, каких-то суждений, которые вот прям революционных. Здесь, возможно, вы себе не позволяете идти в новое, не позволяете себе как-то какого-то путешествия, может быть, кто-то хочет поехать, да, как-то вот мечтает, думает об этом. Вот, и пока, возможно, еще в связи с карантином у вас в России, ну, потому что у нас он уже закончился, то есть мы передвигаемся спокойно, свободно. Здесь вот как-то, знаете, какие-то ограничения, да, именно в передвижении, как в уме, так и передвижению физическом. Но это связано как-то вот с вашим внутренним, каким-то, знаете, перерождением появилась какая-то новая цель, новое желание, новая мечта, вот, и вы как будто бы себе не позволяете ее реализацию, либо, по крайней мере, встать на путь к этому движению. О чем, с чем это связано? Это вот какая-то идея, какая-то новая, да, какое-то новое состояние, связанное с переменами. Какими именно переменами? Знаете, это перемены, либо которые очень долго развиваются, либо вам приходится как-то чем-то пожертвовать здесь, чтобы пойти в эти перемены, либо их сделать, либо здесь очень, ну, вот как-то вам тяжело совершить эти перемены, да, здесь какой-то очень большой багаж, который вы тащите, либо как-то вот совокупность очень многих обязанностей, совокупность, ну, вот какая-то ноша достаточно тяжелая, да, может быть, слова кому-то, да, или, может быть, дела какие-то нужно сделать, завершить. То есть, чтобы совершить вот эту вот перемену, да, которую вы здесь себе нацелили, либо хотите, да, нужно что-то поставить, тяжелое, какой-то груз в своем прошлом, то есть избавиться от чего-то, да, от чего здесь избавиться нужно? Здесь нужно совершить какой-то выбор, оставить вот то, что уже завершено, да, то, что уже отжило. Это вот состояние вот какого-то дна, да, конечного, то есть то, что уже прошло. Здесь нужно оставить какие-то свои прошлые убеждения касательно вот именно самого мировоззрения. Потому что, вот знаете, то, во что вы раньше верили, то, как вы, вот какие-то ваши поступки, привычки, они вас привели вот именно к тому дну, на котором вы сейчас находитесь, вот к этому безресурному состоянию. Ну, то есть это не действия, которые вы совершали, а это вот ваши мысли, да, то ваше верование, ваше суждение, ваши взгляды, да, вот они привели вас к тому упадку, да, что вот вам тяжело сейчас очень, да, уже нет ресурсов, вы обесточены, плюс это вот еще, знаете, какие-то страхи, вот как-то что-то вы в себе искали. Хотели какую-то гармонию, хотели какое-то спокойствие, счастье, знаете, вот баланс, а наоборот как-то вам вот от всего этого стало очень тяжело, да, вот нересурсное вообще состояние, но на самом деле здесь выпали сразу три десятки, говорящие о том, что пришло время совершить этот переход. Ну, если вы как будто бы достигли вот этого вот апогея, когда, ну, уже хуже некуда, и надо уже дальше как-то двигаться, независимо от того, страшно, не страшно, есть обязанности, что есть, как есть, мне нужно просто совершить этот выбор. В какую пользу? Ну, вот в пользу дальнейшего развития, что уже нужно двигаться, дальнейшее развитие ситуации, я имею в виду, не своего собственного, а именно как-то вот уже совершать какие-то действия, да, уже получать, не просто совершать, а уже и получать результаты, первые результаты, ваши каких-то амбиций, желаний, здесь как-то вот наполнится энтузиазмом, да, нужно совершать уже шаги, действовать. Ну, вот вы себе этого не позволяете. Да, как-то, знаете, обновление какого-то, обновление и расширение границ, может быть, здесь кто-то переехать хочет, да, и вот как-то не получается совсем, либо здесь какие-то новые возможности вы ищете, и опять-таки здесь хотите, чтобы это все было легко, хотите, чтобы как-то вот это было по-детски, но здесь вот какая-то вот есть, да, предостороженность, да, о том, что это все должно быть ясно, четко, и мне кажется, что сейчас даже еще и не совсем время, потому что по луне конкретики вы не получите какой-то, да, потому что все достаточно мутно. Если кто-то хотел поехать, поездки пока, мне кажется, и не будет, да, вот прям-то новости какого-то, какой-то, да, оповещения, вот этого вот пока не будет, потому что еще пока не время. Здесь пока как-то вот что-то все мутное, непонятное, непроясненное, туманное, еще, еще пока ночь. Хорошо, с этой ситуацией понятно, да, что меня тормозит вообще в процессе развития моей души. Какие-то утраты, да. Знаете, здесь такое ощущение, что вот вы как будто бы сами себе накарпали, потому что здесь карта предсказания, да, либо вас тормозят то, что вы очень много раскладов слушаете, да, и не можете на самом деле сделать выбор, здесь тоже такой вариант. Может быть, для кого-то, да, очень много всего слушаю, не знаю, что выбрать, не знаю, кому верить, кому не верить, и в конечном итоге, да, я ничего не делаю. Вот, махматая я сегодня какая-то, наверное, состояние такое, мне нравится. Здесь, что вас тормозит? Вообще потери вас по жизни как-то не тормозят. С чем это связано, потери? Вас как-то обучают, понимаете? Вас обучают быть вот в каком-то содружестве не с одним человеком, а вот как-то, знаете, взаимодействовать как-то гармонично с людьми. желание ваше, да, вот иметь какую-то вот материальную стабильность. это вас тормозит. А еще вас могут тормозить слова, которые говорят, что вот прям, понимаете, если мы смотрим правые склады, что вот это вот ваша судьба, вот прям, знаете, вот такие вот убеждения, я же говорю, вот эти вот ваши хорошие убеждения, они вас останавливают. То есть вот скорее всего непонимание того, что вы сами творите свою жизнь, что очень многие мысли, они вот в вашем случае, они очень тяжелые. Вот вы как будто бы, знаете, сами себя, вот сами себе прорицаете то, чего не нужно, сами себя программируете. Вот я так скажу. На что-то негативное, на что-то такое тяжелое, не очень приятное, и потом это случается. Я сейчас поеду кого-то смотрю, что же вас тормозит. Знаете, вот у вас иногда тормозит нехватка какой-то информации, нехватка каких-то знаний, либо нехватка планирования, вот какой-то структурности, может быть, вам тоже не хватает. А вообще вам не хватает какой-то, знаете, боли жесткости, да, вот в принятии решений. Вот я принял, приняла решение, и все, я ему буду соответствовать. Здесь решительности, я бы так сказала, не хватает. Знаете, когда иногда, вот мы говорим, я хочу, хочу это, а вот если действительно спросить, а на что ты готов ради того, что ты хочешь получить? То есть насколько, вот проверить свою решительность, вот здесь ее не хватает. И здесь, знаете, еще не хватает, ну, сейчас я уточню, вот справедливость. Ну, страхи, это понятно, страхи у всех есть. Вот вы переживаете очень сильно и обманываете. Вот смотрите, вот все мечи, которые могли выпасть, да, мне кажется, вот из остатки колода, они все выпали. То есть вы сами себя тормозите, потому что сами себя обманываете, сами себя хитрите. Здесь у вас может быть еще даже чувство вины за что-то, да, возможно, вам не хватает какой-то гибкости в решении, либо принятия решения. Здесь у вас, по-моему, я в самом начале сказала, революционные какие-то подходы, вот вы в них почему-то как-то не очень-то и верите, а они, на мой взгляд, и помогут вам принять решение. Вот вы как будто бы убегаете от того, чтобы увидеть реальность, да, иногда уходите в иллюзии. Здесь еще может быть то, что очень сильно переживаете, волнуетесь, у меня прям желудок схватило. Сейчас. От того, что очень много находитесь в каком-то стрессе, очень много дел себе планируете, вы прям, вот у меня сейчас энергетическая вообще истощена. Вот прям высасывают вот эти вот ваши мысли, они высасывают из вас на самом деле энергию. И вот вы занимаетесь самообманом, и это вас тормозит. Самообман в контексте того, что вот как-то не можете золотую середину найти. Связанную с чем? Ну, очень много у вас искушений, понимаете? Как-то искушений либо по материальному плану, да, то есть я имею в виду по финансам. Это могут быть искушения, когда, знаете, вот даете, ну, здесь берете на себя ответственность больше той, что можете реализовать. Здесь получается так, что дали слово, потом надо держать, а в конечном итоге понимаете, что ну, не получается, я человека отказаться уже не могу. Здесь очень много слов, прямо, знаете, вот сила какая-то, вот такая вот словесная мысль и слова, мысли и слова, но это коммуникация. Вы не можете найти золотую середину здесь. Здесь очень много обмана, как самообмана, так и обмана с другой стороны других людей. Вот как-то не можете найти середину в том, как коммуницировать, как общаться с людьми. Да, здесь вот коммуникация не настроена. Очень много ожиданий, вот с этим могут быть и связаны иллюзии, что много чего ожидаете, и вот вы к себе не прислушиваетесь. И вот это вот все вас тормозит. Во-первых, ваша голова, ваше мышление тормозит, во-вторых, вас тормозит в трансформациях ваша коммуникация, и в-третьих, то, что вот вы не можете, знаете, здесь еще хочется сказать, это точечно для кого-то тормозит, что вот вы держите очень много тайн других людей, и в принципе они вам не нужны, вот вам лично. Но они вас как-то вот отягощают. Иногда бывает то, что вот вы закрываетесь от других людей, это тоже вас тяготит в какой-то степени. А вообще здесь вот, ну вот как-то знаете, вот этот баланс между вашим внутренним, да, миром и внешним, вот его как-то нету как такового. То есть вы уходите либо в одну сторону, либо в другую, это тоже может вас как-то тормозить. вот вы как-то вот не можете к какому-то консенсусу с самим собой прийти, да, с самим собой в контексте вот внешний мир и внутренний мир. И как-то вот так, чтобы и там было хорошо, и там было хорошо. Вот как-то понять, да, скорее всего осознать, что как мы можем повлиять на внешний мир. То есть не подстраиваться под внешний мир, а вот именно влиять на внешний мир в своем внутреннем состоянии. То есть работать с собой, со своим нутром таким образом, чтобы оно влияло на ту ситуацию, которая вокруг вас происходит, вот на внешний мир. На что не следует тратить свои силы? Ну, мне кажется, я уже ответила, здесь сто процентов мысли, мысли, на что это, ну, не надо тратить. А дайте, вот какая-то агрессивность здесь в вашу сторону, вот вам как будто вы ожидаете постоянно какого-то подвоха, вы ожидаете каких-то нападков, да, я могу сказать, ну, вот здесь вот как раз, я же говорила, нет баланса между внутренним и внешним. И вот это вот, вот эти вот переживания, это стрессовое состояние, оно создает вовне такие ситуации, когда люди как-то вот на вас словесно нападают. И поэтому вы все время находитесь в каком-то, знаете, вот ожидании какого-то подвоха, ожидании, что кто-то нападет, да, вот как осторожность, вот вы осторожничаете. Вот на это не нужно. На какое-то прошлое, на какое-то прошлое тоже не нужно тратить свои силы. Знаете, возможно, какое-то путешествие это было, да, вы куда-то ездили, либо это вообще путешествие жизни, если мы в общем говорим, да, либо то, что вот не случилось в прошлом, да, возможно, вы по этому поводу тоже переживаете, не нужно переживать. Да, оно должно переродиться само, то есть то, что, знаете, вот то, что вот не случается, не надо как-то вот исправлять то, что было уже в прошлом, а лучше создавать в новом что-то, что будет вам больше подходить, а не стараться реанимировать. Иногда реанимировать, ну, уже нету смысла. Вот в вашем случае что-то вы хотели реанимировать и не нужно. Вам говорят о том, что не следует туда тратить свои силы. Уже оставьте и пускай оно переродится само во что-то такое нужное. А еще не тратьте свои силы на радость. В прямом смысле, то есть вы очень много энергии выплескиваете, когда вы радостны, когда вы эмоционируете, вы начинаете всем все рассказывать, вы начинаете открываться. Очень, ну, здесь вот как раз китай, на которых я говорила, да, вы можете иногда проговариваться, хотя вы умеете держать тайны, вы можете проговариваться вот именно на каких-то вот эмоциях. Но здесь вот эта вот радость, она забирает у вас энергию, вы ее выплескиваете, потому что не реализуете, и эта часть, она куда-то должна идти, и вы ее вот, вот здесь такой, знаете, момент, когда только идея идет в самом зарождении, а вы уже на радости как-то с кем-то чем-то поделились. Здесь вам говорят, побудьте сначала в этом состоянии сами, напитайтесь, и вот когда у вас уже появится ровное состояние по отношению, либо к ситуации, либо к человеку, либо к какой-то вашей покупке, вот только тогда в ровном состоянии вы сможете рассказать, об этом поделиться. Ну, это как это, знаете, например, ну, купила себе машину, да, ну, не надо сразу бежать, и про это всем говорить, там, обмывать или так далее. Нет, катайтесь где-то на месяц, на этой машине, потому что вы там уже привыкните, ну, можете сказать, ну, купила, и люди будут говорить, ой, как здорово вы, ну, купила, купила, ну, есть и есть, да, мне хорошо, ладно, то есть, такое, знаете, ровное состояние, это будет, как раз, показатель того, что вы готовы к этому, везде, то есть, когда мы радуемся чему-то, чему-то, мы показываем, что нашу неготовность принять это, то есть, радость, на самом деле, она тоже не, показатель, скорее всего, не принятия ситуации, я не готов, поэтому я выплескиваю эту энергию, вот на это, то есть, его либо на прошлое, либо на радость, либо вот на защиту какую-то, от людей, на какие-то нападки, что меня отвлекает в процессе моей осознанной эволюции, любые разрушения, любые разрушения, вот выпадает воздух, да, мыслительный процесс, любые разрушения в своей голове, не в контексте, разрушаю прошлое еду, а вот именно ваши мысли, они вас разрушают, вы, вот я уже говорила ранее, об этом еще раз повторюсь, да, вы сами себе прорицатель, и иногда вы можете подумать о каком-то негативе, и вы его материализуете, то есть, вы сами своими мыслями можете разрушать, во-первых, вы их притягиваете к себе, эти негативные мысли, и они разрушают, вот ваше, здесь может быть еще даже здоровье, оно тоже с этим связано, как будто бы вы себя программируете на какой-то негатив, поэтому любые разрушения, они разрушают вашу удачу, да, вот вы своими мыслями сами себе, хочется сказать, хамите, да, вы сами себя ограничиваете, снимая, вот вы разрушаете свою защиту, свое изобилие, вот здесь такое ощущение, что вот вы столько-либо гадостей слышите, либо говорите о себе, потому что у меня шепшак звенит, вот вы и говорите, и слышите о себе не очень приятные вещи, это тоже вас может разрушать, здесь, знаете, слово, почему-то слово, оно важно, хоть у него был мат, но слово, оно очень важно, поэтому, я бы сказала, учитесь говорить красиво, потому что, вот это вот умение говорить красиво, красивым литературным языком, желательно вообще без мата, не потому что мат как-то влияет, а вот именно умение говорить красиво, доносить красиво свои идеи, свои мысли, оно и будет порождать вот эту вот красоту во внешнем мире, то есть для вас почему-то очень важно красота мира, да, это будет как-то вот влиять на ваше изобилие, ваши слова, именно красиво говорить, потому что замечая красоту, вы как будто бы, ну, то есть вы говорите красиво, значит, как следствие, вы замечаете, а если вы замечаете, вы это приумножаете внутри себя, хорошо, давайте я посмотрю на этой колоде, что меня отвлекает в процессе моей осознанной эволюции, какие-то правила, вот знаете, вот к самом начале пошло о том, что нужно расширять свое сознание, нужно иметь какую-то гибкость, да, вот, так здесь оно и продолжается, здесь, понимаете, вот эти вот правила достаточно жесткие, они уже давние, и здесь вот ваше, как будто бы просится новое мировосприятие, да, либо вы что-то изучаете сейчас, но вот здесь вот ваши рамки нужно будет разрушать, даже не разрушать, а расширять, мы не можем разрушить какие-то программы, мы их расширяем, то есть пускаем больше, больше каких-то возможностей, да, начинаем замечать это, мыслим как-то вот, знаете, иначе это значит допускать того, чего ранее не допускал, это не говорит о том, что вот я себя меняю, потому что я как-то рушу себя, чтобы сделать из себя что-то другое, нет, а это просто позволяет, чтобы в вашей картине мира было что-то, чего раньше не было, не обязательно, чтобы это было только вот хорошее, что-то позитивное, а вообще допускать, что в мире все есть, все имеет свое место, все взаимосвязано, нету лишних деталей, и вот это вот понимание, что нету лишних деталей, нету лишних людей, нету лишнего, и вообще ничего, то тогда у вас как-то вот меняется, вот ваше вот это вот восприятие, то есть я уже не ожидаю какого-то подвоха, потому что лишнего ничего нету, если какая-то ситуация случается, она имеет место, мы здесь меняем наше отношение к этой ситуации, здесь вот потому что вас отвлекает, как-то знаете, вот взаимодействие с людьми, именно ваше видение того, что есть некое такое неравенство между людей, что всегда есть люди просящие, есть люди дающие, вот сам вот этот вот взгляд, он не совсем корректный, я бы так сказала, потому что здесь вот, знаете, какая-то вот такая вот философия, очень глубокая, да, всплывает, которую вы должны, ну вот как-то рассмотреть, о том, что, ну, у всего есть, у каждой медали есть две стороны, и все зависит от того, какую сторону мы освещаем на данный момент, это ситуативно, а в идеале, в контексте мировоззрения, желательно смотреть вообще на медаль, не на ее стороны, а на медаль, на существование медали, а вот на данный момент, вот старая ваша концепция, которая должна видоизмениться, говорит именно о том, что мы фокусируемся на одной из сторон медали, а не на, не замечаем саму медаль, и вот здесь, в процессе вот именно познания вашей души, отвлекает вас вот эта вот старая концепция, о которой я рассказала ранее. Вот вытащу вам еще вот по этой колодии приканты, и все. Вот здесь должна произойти переоценка ценностей, вот прям выпала на Ярофанта, на Ярофанта драгоценность. Здесь вот о ваших правилах каких-то, да, вот какая-то у вас есть истина, очень-очень важная и значимая для вас, в ней должна произойти переоценка ценности, потому что именно вот познание ваших знаний, да, души, вот для того, чтобы, вот знаете, либо вы увидите какую-то глубину, если вы занимаетесь этим, да, вот этим поиском, либо вы что-то для себя такое тайное откроете, что вот перевернет ваше вот это вот восприятие. Причем, знаете, восприятие не просто в жизни, а именно восприятие в контексте взаимодействия, вот именно в социуме. Вот либо вы себя начнете транслировать как-то иначе в социуме, либо здесь ваше мировосприятие, оно повлияет на проявление себя в социуме, либо как вот вы взаимодействовать с людьми будете. Да, какие-то знания вы получите, либо откроете в себе какие-то знания, либо получите какие-то знания, либо вы долгое время шли к этим знаниям, которые, именно знания в контексте познания своей души, познания своего душевного состояния, именно на уровне мастерства, не на уровне начинающего какого-то вот ученика, а именно очень глубоко на уровне мастерства, либо вы дошли до этого уровня. Вот такая вот у нас была и третья позиция, и третий камешек. Жду ваших комментариев, идей. У нас такая вот стопочка маленькая, большая и еще больше, да? Вот прям вот камешки голубенькие, красненькие. Мне прям очень нравятся эти цвета и эти кубики, такие своеобразные, ромбовидные. А я с вами прощаюсь. До новых раскладов. Пока-пока.